Главная новость к этому часу. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о первой личной встрече. Я Игорь Северюгин. Здравствуйте. Президенты России и США поговорили по телефону и решили встретиться в июне на полях саммита Большой Двадцатки в Гамбурге. В Кремле считают, что беседа носила деловой и конструктивный характер. В Белом доме ее назвали очень хорошей. Это была первая беседа двух лидеров с тех пор, как Вашингтон нанес ракетный удар по Сирии, что вызвало большое недовольство в Кремле. По данным газеты Wall Street Journal, прорывов не произошло. Путин говорил о необходимости снизить градус напряженности в опасной ситуации вокруг КНДР и призвал Трампа к сдержанности. Президенты обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом в Сирии. Впрочем, по сведениям той же Wall Street Journal, администрация Трампа совсем не уверена, что Москва серьезно относится к разрешению сирийского конфликта. Эти кадры сняты на севере Сирии. Местные жители приветствуют американскую технику. Военные США патрулируют границу с Турцией после того, как неделю назад Анкара нанесла авиаудары по позициям курдов. США их поддерживают. Путин и Трамп вчера договорились о создании зон безопасности в Сирии. Сегодня в Астане стартует очередной раунд сирийских переговоров. Американскую делегацию впервые возглавит помощник государственного секретаря. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся на фоне закрытых слушаний в Конгрессе по вопросу о вмешательстве России в президентские выборы в США. Вчера Хилари Клинтон обвинила Россию в спланированной кампании по дискредитации. Впрочем, имен называть не стала. Безусловно, он вмешивался в ход наших выборов. И было ясно, что он делает это для того, чтобы ударить по мне и помочь моему противнику. И если вы сделаете подборку высказываний моего оппонента во время избирательной кампании, увидите, что они очень даже совпадают с целями главы одного государства, имя которого называть я не буду. Главком НАТО генерал Кертис Скопороти призвал увеличить бронетанковые силы в Европе. По его словам, это необходимо для сдерживания России. На слушании в Комитете Сената Скопороти также отметил, что силы США в Европе со временем должны увеличиться. Генерал считает, что Европе необходимо больше помощников из числа инженеров и бойцов авиационных бригад. В марте на слушании в Комитете Палате представителей Скопороти уже призывал к увеличению войск США. Сейчас американский военный контингент в Европе составляет примерно 62 тысячи человек. В Афганистане смертник атаковал военную колонну НАТО. Взрыв прогремел в одном из самых оживленных районов Кабулы, недалеко от посольства США. Жертвами стали по меньшей мере 8 человек. Еще 28 ранены, среди них трое американских военных. Бронетранспортеры смогли вернуться на базу. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в ряде стран, в том числе и в России, группировка «Исламское государство». Руководство Ярославской колонии отказалось пустить адвокатов к осужденному по болотному делу Ивану Непомнящих. Защитники должны были встретиться с другими другими заключенными, также избитыми тюремным спецназом. Срочное постановление, которое обязывает Россию немедленно допустить к ним врача и адвоката, выдал Европейский суд по правам человека. В колонии отказ объяснили тем, что письмо из суда должно быть заверено, но кем не уточняется. Суд в России признал Ивана Непомнящих виновным в нападении на полицейского во время протестного митинга на Болотной площади в Москве пять лет назад. Свою вину он отрицает. Правозащитный центр «Мемориал» признал Непомнящих политзаключенным. В первом полуфинале Лиги чемпионов по футболу прошло матрицкое дерби. Реал проразгромил «Атлетика» 3-0. Все три мяча забил Криштиану Роналду. Португалец побил сразу несколько рекордов. Теперь в Лиге чемпионов на его счету уже 103 гола. Это больше, чем вся команда «Атлетика» забила за время существования турнира. Ответственный матч состоится 10 мая. Если «Реал» выйдет в финал, то может стать первой командой, которая победит в Лиге чемпионов два раза подряд. Во втором полуфинале сражаются «Монако» и «Ювентус». Из банка русской православной церкви «Пересвет» перед его крахом пропало 5 миллиардов рублей. Недостачу обнаружила Временная администрация, назначенная государством. Перед ее приходом деньги из кассы выдавали под честное слово. Об этом сообщают источники газеты «Ведомости». Таковы были главные новости к этому часу. Я Игорь Севрюгин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова